Всем привет дорогие! Вы снова на канале Cherry OPS. И сегодня я продолжу снимать для вас видео, а именно я решила снять для вас еще один тег, который называется «Если бы я». Этот тег я нашла у ОПСников и сегодня решила его тоже снять. Ну и давайте приступать. Кстати, в этом теге, если я не ошибаюсь, будет 15 вопросов всего. Возможно, я отвечу не на все. Первый вопрос. Если бы у меня была фабрика, то что бы я производила? Я об этом даже не задумывалась. Ну, не знаю. Кстати, мне кажется, очень классно производить пэтов, но пэтов вряд ли, потому что идея это как бы идея уже Хазбор. Кстати, я недавно узнала такую интересную вещь. Вообще, я об этом догадывалась, но все же хочу с вами поделиться. Это то, что Хазбор придумали пэтов, как бы таких хотели сделать похожих их на диснеевских персонажей. То есть, знаете, например, у вас есть пэты, которые действительно похожи? Вот у меня, например, мне кажется, очень сильно похожи Бруклин вообще на диснеевских персонажей. Не знаю на кого, но реально похожи. Вот что-то есть у них такое. Ладно, давайте к вопросу вернемся. Ну, если бы у меня была бы фабрика, хотя я не хотела бы фабрику, правда, но если бы она у меня была, да, если бы это таковы, тогда бы я, наверное, бы придумывала бы какие-то домики игрушечные, мне кажется. Мне очень сильно нравятся, как бы, домики для пэтов. Ну, короче, мне интересно придумывать всякие домики было бы, например. То есть, что-то такое классное, что-то из игрушек, понимаете. Вот именно игрушки мне интересно было, правда. Я очень сильно люблю игрушки. Второй вопрос. Что бы я снималась, ли бы я была режиссером? Интересно. Кстати, это одна из моих любимых профессий. Все, что связано вообще со съемками, там, все это мне очень сильно интересно. Я думаю, это и так понятно. Я бы, не знаю, я бы снимала всякие разные сериалы. Я бы придумывала бы, правда. Вообще, я люблю смотреть фильмы, которые идут вечером по России 1. Кстати, у меня еще есть самый любимый фильм. Но это было давно, когда я его смотрела. Ну, да ладно. Не важно. Короче, ребят, получается, мне они нравятся. Но, с другой стороны, они, ну, очень сильно предсказуемы. Поэтому я хочу научиться снимать что-то, знаете, чтобы было непонятно, что будет дальше. Я всегда стараюсь придумать что-то необычное. Ну, по крайней мере, я пытаюсь. Поэтому я бы снимала что-то такое. То есть, неочередные какие-то сериалы, да, которые и так знают, чем они до закончатся. Я хочу что-то вот такое снимать, чтобы было, ну, интрига какая-то, чтобы было действительно интересно. Получается, я бы снимала интересные сериалы, может быть, какие-нибудь фильмы там, все такое. Очень классно было бы. Ну, а вообще, я бы все-таки не была бы режиссером по той простой причине, потому что я уже являюсь ЛПС-блогером. И мне как бы этого достаточно. Потому что у меня есть своя студия, у меня есть своя аудитория. Это вы, меня это очень сильно радует, потому что я могу свои идеи, любые придуманные, снимать. Самое главное, чтобы это были классные, интересные идеи. Понимаете, раньше мне этого не хватало. Мне хотелось вот что-то вот как-то свои истории придуманные. То есть, писать это не мое, вот вообще не мое. А снимать, да, мне очень сильно нравится снимать для вас видео, какие-то свои сериалы, там, истории. У меня, конечно, еще мало сериалов, но все впереди, я думаю. То есть, для меня это очень сильно важно. И раньше я прям чувствовала, знаете, такой недостаток, прямо вот хотелось мне, то есть, мне хотелось как-то начать снимать сериалы. Ну, то есть, мне всегда хотелось этого, понимаете. Я очень сильно рада, что я сейчас являюсь ЛПС-блогером. Следующий, третий вопрос. Что бы я изменила в стране, если бы я была президентом? Ребята, если честно, я, конечно же, люблю свою страну, но меня многое в ней не устраивает. Ну, не то, чтобы прям многое. Я лично считаю, что у нас правительство, блин, занимается не тем, чем надо. Потому что не всегда как бы все нормально, понимаете. То есть, например, меня очень сильно даже раздражает, можно сказать, что у нас в стране платная медицина. Я считаю это вообще, типа, платить за собственное здоровье, серьезно, да, вот это меня бесит, наверное, больше всего. Потому что, извините, допустим, человеку там плохо очень, да, и что он должен еще платить за свое здоровье, да, за свою жизнь, серьезно. Вот это меня побешивает очень сильно. Лично я считаю, что медицина любая, да, она должна быть бесплатной. Государство обязано, да, именно обязано обеспечивать это. Конечно же, то, что пенсии маленькие там тоже, это не очень хорошо. Но я даже не знаю, что еще. Да, я люблю свою страну, конечно, как без этого, но, блин, ну, мне не все нравится, правда. Вы мне, возможно, сейчас скажете, да что ты понимаешь, да ты сама, как бы, не была на этом месте, да, и что тебе вообще знать об этом. Не знаете, я говорю, как бы, то, что знаю, то, что думаю. И я думаю, многие со мной согласятся. Медицина, она действительно должна быть бесплатной. Платить за свое здоровье, извините меня, это уже край. Да, мне не нравится, например, что маленькие пенсии там, что сейчас могут человека старого просто взять и отправить на работу. Я тоже об этом слышала, точно не знаю. Это тоже, извините меня, это перебор. Короче, есть такие вещи, которые меня не устраивают, и вы поняли, что бы я изменила. Но я не хочу, как бы, быть на этом месте, потому что мне это неинтересно. И тем более я не хочу быть там известной и все дела, мне это не нужно. Просто хочу спокойно жить своей жизнью, вот и все. Следующий вопрос. С какими блогерами я бы общалась, если бы была возможность? У меня нет такого, чтобы я хотела общаться с каким-то блогером. Ну, допустим, в моем случае ЛПС-блогером, потому что обычных я вообще не смотрю, мне это неинтересно и все такое. Но, допустим, у меня нет такого, чтобы я с каким-то ЛПС-блогером хотела общаться, но не общаюсь. То есть, я хотела общаться с Желикой ЛПС, я начала с ней общаться. У меня есть вы, мои подписчики, с вами в комментариях тоже общаемся. Мне это очень сильно важно. Самое главное, чтобы вы мне писали. А чтобы с каким-то блогером общаться, я не хочу, как бы. Ну, потому что не хочу и все, я не знаю, о чем разговаривать. Мне нужно, чтобы человек был на меня похожий, все такое. То есть очень сильно похожий, желательно. Чтобы были интересы общие, не только это. Чтобы не только общие интересы нас связывали, вот для меня что важно. То есть, понимаете, не могу общаться с человеком, если у нас только общие интересы. Это не будет долгой дружбой, понимаете, настоящей дружбой это не будет. Ну, просто понимаете, я такой человек, что мне очень сильно важно, чтобы меня с человеком связывали не только общие интересы. Поэтому мне нет такого, чтобы общаться там с известными плейс-блогерами, нет. Нет, я бы не хотела. О чем разговаривать? Не знаю. Следующий вопрос. Кого бы я кусала, если бы я была бы собакой? Я бы никого не кусала, поскольку у меня нет врагов. Не знаю, не понимаю, как люди могут враждовать. Правда. Я этого не понимаю, серьезно. И, соответственно, никого бы не кусала. Следующий вопрос. Если бы у меня была возможность уехать в любой город, куда бы я поехала или осталась бы дома? Ну, вот на данный момент я не знаю. Правда. Я вообще не люблю куда-то одна ходить или ездить. Мне скучно, мне тоскливо. Правда. Я не хочу. Было бы с кем поехать тогда, да, конечно. Но одна я не хочу. Конечно, у меня есть желание поехать в другие города своей страны. Да, получается. И посмотреть там, да, все такое. То есть в Москве побывать, да, там, например, в Питере, еще где-то. Но, блин, одной я не хочу, понимаете? Мне очень сильно скучно одной. Правда. Я не хочу одна. И так терпеть не могу, куда-то одна ходить. А тут поехать тем более. Ну, просто мне скучно. Что мне одной делать? Как бы не пообщаться? Не, я бы так не хотела. Если было бы с кем, то да. Следующий вопрос. Если бы я была спортсменом, то каким спортом я бы занималась? Но мне очень сильно нравится фигурное катание. Следующий вопрос. Какое волшебство я бы творила, если бы у меня была такая возможность? Лично я бы решила все проблемы, которые у меня есть. И все, что меня беспокоит. То есть, потому что мне это важно. Решила бы проблемы там друзей, близких. Вот. Как-то так. Следующий вопрос. Какое я бы делала зло, если бы у меня была такая возможность? Я не хочу никому делать плохо. Серьезно. Никому не хочу делать плохо. Как бы я ни на кого там не обижена. Все такое. Потому что в этом нет смысла. Правда, я не хочу никому делать плохо, больно. Зачем? Следующий вопрос. Если бы я нашла труп своего врага, что бы я с ним сделала? У меня нет врагов. У меня есть люди, которых я недолюбливаю там. Ну, просто если ты не любишь человека, не общайся с ним, не связывайся. Зачем? Ну, все. Но враждовать это глупо. Следующий вопрос. Если бы я нашла 1 миллион рублей, то на что бы я его потратила? Вот здесь я бы долго думала. Конечно же, я вложилась бы в бюджет канала. Для меня это очень сильно важно. То есть я купила бы новых пэтов, там, ну, фоны тоже. Почему бы нет? Декор, всякий разряд, ну и все такое. Я бы купила себе хорошую камеру. Может быть, еще какие-нибудь вещи там красивые. Ну, короче, на себя бы что-нибудь потратила бы тоже. Я бы не потратила из миллиона, я бы что-то бы оставила. На лекарства в случае необходимости бы потратила. Близким бы какую-то часть, может быть, отдала бы. Ну, короче, я бы не стала сразу все тратить, это точно. Я бы оставила бы, и много бы оставила. И последний вопрос. Если бы я была животным, то каким именно? Ну, знаете, я бы не хотела, правда. Не хотела бы быть ни собакой, ни кошкой, ни каким-то другим животным. Честно, не хочу. На этом было все, мои дорогие. Я очень сильно надеюсь, что вам понравился этот тег. На сегодня было все. Вы были на канале Cherry LPS. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!